Климат-контроль в дома краснодарцев. Такую задачу поставили перед собой инженеры одной из теплоэнергетических компаний города. Сейчас они заканчивают установку нового оборудования для автоматизации системы. Электроника будет сама понимать, когда нужно поддать жар, ориентируясь на температуру на улице. Время, за которое люди почувствуют тепло, оно как раз будет определяться только инерцией теплосети, но никак не инерции человека-оператора, который подошел, забыл, не забыл, по табличке посмотрел. Это здесь исключается. По такой новой системе котельная будет обеспечивать теплом около пяти тысяч краснодарцев. Среди объектов детский сад, здание заксобрания региона, центральный концертный зал и многоквартирники. Чтобы грядущая зима не стала неожиданным сюрпризом, готовить теплосети начали еще с завершением прошлого отопительного сезона. Это ремонт котлов, ремонт насосов, ремонт теплообменников. Также мы проводим мероприятия по ремонту тепловых сетей. Это замена участков на трубопроводы большего диаметра с лучшей изоляцией. Все эти работы нужно завершить к официальному часу ИКС. 1 октября ремонт котельных должен завершиться, поручает глава муниципалитетов губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Чтобы обеспечить теплом жителей региона, нужно модернизировать оборудование и менять инженерные сети. Ремонт коммуникаций – ежегодная работа районных глав. Власти поставили задачу менять не меньше 5% сетей. Вторая задача – реконструкция и обновление котельных. Губернатор напоминает, что если у муниципалитета на это нет денег, подключить к работе можно инвестора. В этом году мы выделили 1 миллиард 700 миллионов рублей к подготовке к зимнему сезону. Мы изначально предусматривали эти деньги на замену оборудования, модернизацию котельных, замену тепловых сетей. И можно продолжать. Но тут уже приоритеты. Приоритеты, я всегда говорю, мы уже должны сами расставлять. Что касается обновления котельных, будет полностью модернизировано 42 котельные. 19 из них модернизировано за частные деньги. Я считаю, что просто в этих муниципальных образованиях, в том числе Павловский, Буховецкий, Крылосово, районы приучились, работа с инвестором вышла на новый уровень. На новый уровень. И там, где инвестиционные показатели растут у районов, еще раз подчеркну, это в моем понимании заслуга глав и тех команд глав, которые эту работу с инвесторами выводят на новый уровень. Вот если этот темп будем хотя бы не снижать, не снижать, мы тоже проблему с модернизацией котельных максимально закроем. Уже через два года, если все пойдет по плану, в Крае поменяют не меньше 80 котельных за счет именно частных инвестиций. В противном случае Край будет нести большие потери тепла. Вторая немаловажная проблема – это финансовая сторона вопроса. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства уже должны поставщикам больше трех миллиардов рублей. Крупнейшая теплоэнергетическая компания накопила сумму около 500 миллионов рублей. Чтобы жители Края не столкнулись с этой проблемой лицом к лицу, на помощь организации поспешил банк. Вместе с акционером порешались руководством банка, чтобы дать возможность мне в более легком варианте решать сейчас проблемы. Чтобы я не платил сейчас кредиты полностью весь 18-й год и 19-й год. Это мне позволит на 19-й год, на это время, выйти на хороший уровень, и практически АТЭК нормально будет дышать и выполнять все задачи. Бизнес не знает сослагательного наклонения. Потому что вы зарабатываете, а мы отвечаем на то, что сегодня и вы зарабатывали, но и жизнь в Крае тоже была очень активной, и динамичной, и комфортной. И тепло было и в квартирах, и в домах. Мы должны вылезти из этой долговой ямы. А мы сегодня в долговой яме находимся. И нам стыдно такому региону находиться в ней. Стыдно, я считаю. Дайте мне жесткий график, конкретный, прозрачный, по погашению задорности АТЭКа перед Газпромом. И контролирую, чтобы он соблюдался. Мне в целом нужен край, чтобы бесперебойно снабжался газом. Еще проекты, которые вместе с Газпромом, тоже развивались и реализовывались. Поставщик готов идти навстречу. Но закон есть закон. Нередко они попросту не могут застать неплательщиков на рабочем месте. Отключить котельную, которая вгоняет долги поставщиков, пожалуй, самый очевидный выход. Но оставить в холоде. Весь район из-за недобросовестных абонентов просто недопустимо, говорит губернатор. С должниками нужно работать точечно, при этом привлекая правоохранителей. В конечном итоге, в большинстве случаев прокуратура выносит решение не в нашу пользу. Парадоксально, но это так. Должны за газ. Мы вынуждены, чтобы роста не было, ограничить, отключить. Мы должны безумно наказывать и даже отключать. Но у тех, кто не платит. У тех, кто не платит. Давайте здесь подумаем над способом. На самом деле, это технологически невозможно. У каждого неплательщика отключить. Но страдает сегодня край. Репутационно страдает. Перед целым газпромом. Решение этого вопроса глава региона берет на личный контроль. А вот готовность всех отопительных систем Кубани уже зона ответственности муниципальных глав. И пока из их докладов в целом все идет по плану. Первый экзамен коммунальщики сдадут уже с наступлением первых холодов. Инна Чайко, Денис Перец, Денис Москаленко, Евгений Береснев, Кубань, 24, Краснодар.